Здравствуйте, я Лилия Игликова. Оказывается, не только социальные сети, но и Wi-Fi с открытым доступом могут оказаться источником информации для злоумышленников, собирающих персональные данные. Говорим с экспертом по информационной безопасности Хасаном Исламовым. Хасан, здравствуйте. Здравствуйте. Персональные данные граждан собираются и хранятся разными системами. Например, тот же Google всегда знает, какой рекламой мы заинтересуемся. Интернет-магазины тоже пользуются персонализированной рекламой. Копии нашего удостоверения личности просят во многих и государственных органах, и в тех же самых интернет-магазинах при возврате товара. То есть получается так, что какая-то информация находится, если не в свободном, то в достаточно лёгком доступе для злоумышленников. Ну, смотрите, что такое персональная информация? Это, в принципе, любая личная информация конкретного человека, будь то какие-то персональные интересы, какие-то там подробности из личной жизни, вплоть до данных о банковском счёте, данных карточки. Поэтому есть разные заинтересованные лица в ваших личных данных. Это могут быть государственные органы, коммерческие организации или мошенники. То есть они по всей этой стороне хотят каким-то образом знать о ваших данных. Коммерческие организации хотят наиболее выгодные предложения под вас подобрать, там, персонализированность, там, какая-то болезнь у вас или какие-то интересы у вас. Государственные органы просто хотят знать о вас чуть-чуть больше, чтобы понять, насколько вы благонадёжны, может быть. Мошенники хотят знать побольше информации, что у вас можно выводить в их пользу, что им интересно. Как мошенники могут воспользоваться этой информацией? Раньше мы помним, даже бывали такие случаи, когда мошенники, используя копию удостоверения личности, получали кредиты на имя собственника. Смотрите, вы можете купить сим-карту, оформить на себя, через некоторое время обнаружить, что на ваш номер был оформлен кредит, например, на смартфон. Либо может быть так, что, опять же, с той же сим-картой кто-то оформит на вас, на ваше имя какой-то номер, и будут совершены какие-нибудь, там, не знаю, например, ложный теракт, купленный на ваш номер, кого-то шантажировали с номера, который оформили на вас. Ну, какие-то такие неправомерные действия могут быть совершены с номером, который оформлен на вас. Это может быть нелегально, как-то украдена ваша как-то недвижимость, то есть переоформить могут это с машиной то же самое. Но получается, что мы говорим об информации, которую мы обязаны предоставлять в соответствующих органах и организациях. Как мы можем себя обезопасить в этом случае? В этом случае, так же, как в обычной жизни, следует обращаться в компании, которая пользуется доверием у людей. И нужно будет избегать каких-то там сомнительных заведений. Допустим, они могут вас привлекать какой-то низкой ценой или там еще чем-то. Но нужно будет на это обращать внимание, что по-другому никак. В эту сторону вы не контролируете, эти данные вы оставляете, а там, как воспользуются, только на ваше доверие. То есть вы сами можете доверять. Методы, которыми пользуются мошенники, тоже постоянно обновляются. Какие сценарии применения персональных данных в настоящее время являются самыми распространенными? Например, у вас есть ребенок, мошенники об этом узнают и начинают прозванивать вам и говорить, у вас проблемы с ребенком, он там что-то натворил, он сейчас вот в милиции или еще что-то, нам нужны деньги на адвоката, вот перечислите на этот номер или еще что-то. Таких историй много. Есть случаи, когда вы, например, хотите купить машину, и вам предлагают какую-то очень выгодную цену. И говорят, вот чтобы задаток оставить, пожалуйста, вот там скиньте мне ваши личные данные, там номер карты, там еще что-то, код на обратной стороне, и там скиньте деньги и данные этой карты в качестве задатка. А потом окажется, что человек такой доверчивый отправляет эти данные, а у него снимают с его карты остаток денег. Ну вот мы приблизились к теме, ведь на самом деле всю эту информацию мошенники могут узнать о человеке из социальных сетей, о том, что у вас есть дети, как они выглядят, о том, что вы хотите купить машину и так далее. Нам понятно, почему нужно быть максимально осторожными в социальных сетях, но с другой стороны, ведь в самих социальных сетях пользователи не пишут какие-то свои персональные данные, которые следует особенно охранять, например, какие-то пин-коды от банковских карт и так далее. Что происходит в социальных сетях? Есть такой порог у человека, тщеславие, он хочет выглядеть лучше, чем на самом деле выглядит в глазах общества. Он хочет показать себя статусным, богатым, тусовщиком, и он все показывает, свои гаджеты, свои какие-то новые покупки, показывает, какая у него там красивая квартира, как он хорошо отдыхает, где-то там по вечерам или куда-то в отпуск собирается. За этим все могут наблюдать мошенники. Они могут присматривать, что у вас есть, где вы отдыхаете, когда вас нет дома и воспользоваться этим. Совсем не обязательно оставлять какие-то там ключи, доступы, они могут как-то по-своему это использовать. То есть не обязательно киперпреступники заинтересуются вами, могут заинтересоваться обычные домушники. Конечно. И еще, все мы знаем, что не следует проходить по ссылкам, которые отправляют нам незнакомые лица. А почему знают на самом деле немногие? Вот среднестатистический пользователь не совсем понимает, как все это работает и не знает, что такое подлог ссылки. То есть вместо ссылки, например, во ВКонтакте или какой-нибудь банкинг вам подают другую ссылку. Там какая-нибудь циферка изменена, а на самом деле она будет выглядеть как настоящая, и вы вводите туда логин и пароль. Тем самым они перехватывают эти данные. То есть они сохраняют их у себя и могут потом завтра воспользоваться ими. Но это касается не только незнакомых, также касается и знакомых друзей. Вы можете им доверять, но просто может быть так, что их уже взломали, от их имени шлют вам и говорят вам, зайди, твои фотографии обнаружили в соцсети, вы доверяете ему и думаете, что же там за фотографии мы открываете, а там вводите свой логин и пароль и, получается, вы их передаете. Ну, либо бывает, что программное обеспечение, это операционная система, браузер, они подвержены уязвимостям, то есть их могут с помощью ссылки взломать, то есть получить доступ. И оттуда уйдут ваши другие пароли, которые вы сохраняли, либо данные банковской карты. Так тоже можно. То есть даже если ваш друг из соцсетей присылает вам какую-то ссылку и просит пройти по этой ссылочке, следует сначала прозвонить и убедиться в том, что действительно он отправил ее? Ну, может быть так. У кого-то с опытом интернета появляется какое-то чувство такое, как чуйка на эти моменты, что этот друг мне не может такую информацию прислать. Те люди, которые распространяют вирусы, таким образом, они не с вами знают, кто там близко дружит, кто там просто френд. Поэтому вы можете понимать просто, мог вам такой друг присылать такую информацию или нет. Быть очень внимательным к различным ссылкам, смотреть, что за адрес. Ну, так получилось, что нынешним пользователям нужно о себе самим беспокоиться, быть очень внимательным. И еще специалисты предупреждают, не используйте открытые Wi-Fi сети. Но согласитесь, очень приятно, когда приходишь в кафе и владелец кафе предлагает вам Wi-Fi с открытым доступом. Оказывается, некоторые Wi-Fi сети могут выглядеть как вполне надежный источник интернета, но являться зловредным, и мошенники могут перехватить ваши логины и пароли, которые вы будете использовать. Как это все работает? Ну, как это работает? Очень просто. Стоит какой-то ресторан, в нем может быть бесплатный Wi-Fi, а может его не быть. Это может быть так, что в этом Wi-Fi вообще нет интернета, но кто-то рядом поставил устройство, которое раздает интернет под этим же названием с бесплатным доступом, может быть, без пароля. Вы думаете, какая радость, да, и воспользуясь, как раз есть время. Заходите, например, в почту, выбиваете адрес почтового ящика вашего, свой логин, пароль. Вы, может быть, действительно в него попадаете, то есть вы визуально не заметите ничего, кроме того, что эти данные кто-то уже считывает, то есть они видят, куда вы зашли, какие данные вы выбили. Это вообще несложно сделать. То есть сейчас это может быть такой средний, продвинутый пользователь получить доступ к такому виду мошенничества. То есть, получается, неприятные неожиданности могут ожидать нас где угодно. Какие рекомендации вы дали бы современному пользователю интернета? Своевременно обновлять операционные системы, базы антивирусов, браузер, использовать сложные пароли, даже их менять, наверное, один-два раза в год. быть внимательным к источникам информации. Это какие-то порталы, какие-то ссылки, какие-то мессенджеры, которым отправляют эти данные. Ну вот какие-то такие базы. И не пользоваться интернетом в кафе. Ими можно пользоваться, если заранее обезопасить себя, например, поставить так называемую firewall программу, который, ну, например, firewall и антивирусы, которые вас будут предупреждать, чтобы вы попали, например, на неблагонадежный сайт. Это сейчас есть такая технология защиты прослушивания трафика, HTTPS. Нужно смотреть, чтобы ваши сайты были защищены таким вот протоколом. Это они таким вот замочком обозначены в начале адреса. Пользуются защищенными сетями VPN тоже можно. Они тоже позволяют в открытых сетях, используя их за шифровой трафик. Так тоже можно. Спасибо вам за интервью. Спасибо.